Самоката или мопеда на операционный стол С наступлением лета в Чувашии выросло число детских травм Обновление подвижного состава, открытие новых маршрутов, рост пассажиропотока Маршрут стал востребованным, пассажиропоток увеличился на 36%, более чем на 230 тысяч человек Работу Чебоксарского троллейбусного управления обсудили в столичной мэрии Их профессия – принимать гостей Внутренний туризм, безусловно, развивается Ну а кроме того, подобные конкурсы, как мастера гостеприимства, они задают планку За звание лучших в индустрии туризма борются участники всероссийского конкурса мастера гостеприимства Финал которого проходит в Чебоксарах Троеборье на выносливость Соревнования железных людей в Троеборье на выносливость само по себе смотрится зрелищно А когда оно еще добавлено и состязаниями официального ранга То здесь уж нет недостатка ни в желающих попробовать себя, ни в желающих увидеть это Три атлета Чуваши подтвердили свой высокий статус на фестивале Iron Star в Казани Здравствуйте, в прямом эфире Вести Чебоксары О событиях понедельника и прошедших выходных расскажут корреспонденты ГТРК Чуваши и я, Михаил Нагоркин С начала года в водоемах Чуваши утонули 14 человек, в том числе двое детей Печальная статистика сегодня стала темой разговора на самом высоком уровне Руководитель региона Олег Николаев рекомендовал спасателям усилить профилактическую работу с отдыхающими у прудов и речек И отдельно обратился к родителям и попросил их не оставлять детей без присмотра Прошу еще раз обратить внимание, прежде всего, широко жителей Чувашской республики Чтобы внимательно относились к организации отдыха детей Потому что, естественно, любая смерть, она вызывает очень, скажем, печальные чувства, эмоции Но когда у нас за короткий период из-за беспечного отношения к простейшим правилам поведения на воде Уходит сразу большое количество детей Это уже не печально, это уже совершенно другие, очень грустные эмоции вызывает Прошлая неделя в регионе выдалось жарко И в поисках прохлады многие жители потянулись к прудам и речкам Как итог, сразу два трагичных случая на воде В пятницу вечером специалисты поисково-спасательной службы регионального МЧС Достали из пруда у села Рынзина Цивильского района тело 9-летнего мальчика В этот же день трагедия произошла и в пруду около деревни Янышкосыча Боксарского района Два брата катались на лодке, и она перевернулась Односельчанин успел вытащить из воды 12-летнего подростка А вот 17-летнего парня спасти не удалось В пятницу уже благодаря бдительности матросов-спасателей На столичном центральном пляже спасли двух сестер-подростков Которые уже начали тонуть Дети на пляже находились без присмотра родителей У нас в республике 85% погибших на воде Это купание в необорудованных местах, неподготовленных местах Поэтому уже купаться надо в тех местах, где специально подготовили Где безопасно, где в конце концов ты не один купаешься И исключить, что с тобой рядом отдыхающий, рядом купающий Все равно придет тебе на помощь Но самое главное, конечно же, если мы говорим о детях В летний период, это чтобы родители не оставляли детей без присмотра С начала июня, как установилась хорошая погода А у ребят стартовали каникулы В республиканской детской клинической больнице горячая пора Дети, оставшиеся без присмотра, попадают в опасной ситуации Количество травм заметно увеличилось Из-за чего юные жители республики чаще всего оказываются на больничных войках Узнала наш корреспондент Людмила Майкова Поездка на самокате замороженном закончилась на операционном столе Мама Снежана Игнатьева вспоминает Ничего не предвещало беды Пятилетний сын Денил катался на двухколесном самокате И неожиданно упал Видимо ударился головой о камень Дома начались жуткие боли Мальчик не мог объяснить, что болит Он прям кричал, показывал Глаз болит, голова болит Все, просто в кучу Все, мы вызвали скорую До этого тошнительность начала Скоро приехали, отвезла нас сюда Приехали, сделали снимок нам Прежде чем сделать снимок Врач сказал, что сильное сотрясение, надо ложиться Когда сделали снимок, врач очень быстро сработал У нас сразу, он мне сёстрам сказал Поднимайте его на второй этаж Брейте и быстро операцию делать У мальчика обнаружили перелом теменной кости Началось кровоизлияние в мозг Нейрохирург провёл операцию Благодаря слаженным действиям врачей Ребёнка удалось спасти Врач постоянно здесь у нас Очень хороший врач, нам повезло Если упал ребёнок, надо сразу вызывать скорую И делать снимки Не спускать всё Ай, пройдёт Летом дети много времени проводят на улице Опасная зона для подрастающего поколения – дороги Сейчас большинство детей катаются на самокатах, велосипедах и мопедах Порой забывают, что пересекать проезжую часть нужно только спешившись Ни в коем случае не перебегать и не переезжать Ежедневно в отделении травматологии и ортопедии поступают по 5-8 детей, которые требуют оперативного лечения А амбулаторных пациентов в разы больше В день в больницу могут обратиться до 90 человек с различными видами травм На прошлой неделе отделение травматологии было полностью заполнено В последнее время у нас участилось очень много, особенно сельских жителей Это, наверное, больше работают в ДТП С участием детей ДТП такие, что дети, подростки 12-13-14 лет Именно такой контингент Катаются на мотоциклах, мопедах У нас вот несколько человек лежит с тяжелыми черепами, с какими травмами Девочка каталась на мотоцикле, пассажиром была Они пассажирами врезались в кабана Кабан погиб, соответственно И девочка будет отказаться черепами, сглазать травму Дети ездят без защиты, без шлемов И только там, где им нравится Там, где, по сути, ездить и нельзя Врачи напоминают Перебегать дорогу, где попало, опасно Много падений на детских площадках Некоторые особо активные ребята Умудряются скатываться на велосипедах С горок и, как следствие, травмы Дети не всегда понимают опасность У них нет чувства страха Самосохранения Особенно в возрасте от 8 до 14 лет Отмечают врачи Порой небольшое падение оборачивается длительным лечением Например, как у Дениса Харабурова В прошлом году, неудачно упав с велосипеда На проселочной дороге, мальчик заработал Перелом левого бедра Сделали операцию Поставили нам пластину Год мы ходили Операция была на его день рождения Как раз 11-летие Год проходили Сейчас вот приехали Пластину удалили Родные врачи надеются Что восстановительный период Пройдет как можно успешнее Денис будет таким же сильным И спортивным, как прежде Травму можно получить там Где совсем не ожидаешь 6-летний Игорь умудрился Сломать палец, катаясь с горки Пока левая рука в гипсе Мальчик не теряет время Готовится к школе Решая с мамой математические ребусы Дома их ждет папа и старшая сестра Анна Игнатьева говорит большое спасибо врачам За заботу и лечение Благодаря которому сын чувствует себя гораздо лучше Иногда с детьми разговаривать на тему Что надо быть осторожней Даже на горке Когда играют с друзьями Просто немножко быть осторожней Людмила Майкова, Михаил Солин Вести Чувашия Семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет Региональное отделение пенсионного фонда В качестве выплат перечислило уже 600 миллионов рублей Такую цифру руководитель Чувашского отделения ПФР Озвучил сегодня на заседании в Доме правительства Напомню, всего на президентские деньги В регионе претендует 54 тысячи детей Сегодня выплата одобрена Почти 36 тысячам детей Из 25 тысяч семей региона С невысокими доходами Отмечу также, что деньги пенсионный фонд Начал перечислять 11 мая Более половины выплат Это 55% Назначено в размере 100% От прожищенного минимума на ребенка В республике 16% в размере 75% Прожищенного минимума И 29% в размере 50% Прожищенного минимума Следует отметить, что В Чувашии за выплатой Граждане обратились Через портал услуг 97,5% Это на 3,1% Выше среднероссийских показателей Также с 1 июня на 10% Проиндексирована пенсия Неработающим пенсионерам Для почти 270 тысяч жителей Чувашии Находящихся на заслуженном отдыхе Прибавка в рублевом эквиваленте составит 1687 рублей Таким образом, средний размер страховой пенсии в регионе 18 663 рубля Также с начала этого месяца На 10% подросли минимальный размер оплаты труда И величина прожиточного минимума От увеличения последней зависит и рост ряда пособий и выплат К примеру, ежемесячная помощь семьям на 1, 2, 3 ребенка Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет И от 8 до 17 лет А также ежемесячные перечисления в рамках социального контракта Выплаты семьям с детьми произведены до 10 июня в старом размере Поскольку установлены сроки 26 и 28 число После вступления в силу названного решения Кабинета министров Уже с учетом увеличенных размеров прожиточного минимума На прошлой неделе произведена доплата С учетом индексации на общую сумму более 34 миллионов рублей Чуваши одобрили заявку на покупку 40 новых троллейбусов Машины должны выйти на линии через два года Обновление подвижного состава произойдет в рамках федерального проекта Развития общественного транспорта Троллейбусное управление остается единственным муниципальным перевозчиком столицы На его долю приходится более половины всех городских перевозок С какими результатами предприятие завершило первый квартал Сегодня на планерке доложил директор Чебоксарского троллейбусного управления Андрей Васильев В парке управления сегодня более 250 машин За последние три года его удалось обновить почти на треть В депу появились 69 новых троллейбусов 25 из которых с увеличенным автономным ходом Впервые за долгое время в Чебоксарах линии проложили в новые микрорайоны Садовый, Солнечный, Новый город В общей сложности контактная сеть увеличилась почти на 200 километров Удлинение маршрутов сказалось благотворно и на пассажиропотоке Только за первый квартал было перевезено почти 10,5 миллионов человек На 400 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года Маршрут стал востребованным Пассажиропоток увеличился на 36% Более чем на 230 тысяч человек После прекращения нелегальной деятельности по автобусному маршруту номер 49 На 23% возросло количество пассажиров на 22-м троллейбусном маршруте Также существенное увеличение пассажиропотока от 3 до 15% Произошло на маршрутах номер 3, 4, 6, 10, 20 Однако, несмотря на положительную динамику, убытки предприятия составляют почти 73,5 миллиона рублей Мало помогло и мартовское увеличение стоимости проезда По словам Андрея Васильева, стоимость разовой поездки составляет сегодня 23-28 рублей А себестоимость выше – более 30 рублей на одного пассажира В течение прошлого года для стабилизации финансовой хозяйственной деятельности Троллейбусное управление реализовало ряд мероприятий с экономическим эффектом более 23 миллионов рублей Так, использование новых, более экономичных троллейбусов позволило сэкономить 12 миллионов рублей Перевод тяговых подстанций на более низкие ценовые категории – более 4 миллионов рублей Корректировка схем и расписание движения маршрутов Сокращение подготовительно-заключительного времени – более 5 миллионов рублей Сказываются и долги, накопленные ранее Кредиторская задолженность превышает 156 миллионов рублей 72% из них за электроэнергию Однако этот вопрос в ближайшее время должен быть решен В апреле этого года правительством Чувашии было принято решение о выделении субсидий в 95,5 миллионов рублей на погашение задолженности по электроэнергии По словам руководителя управления, это позволит уменьшить финансовую нагрузку Ну а в самых ближайших планах – изменение схем еще на пяти чебоксарских маршрутах и переход на бескондукторное обслуживание Светлана Познякова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия Как провести ремонт в многоквартирном доме или благоустроить дворовую территорию? С этими вопросами сталкиваются многие жители республики Помочь в их решении призван проект «Школа грамотного потребителя» Активисты партии «Единая Россия» проводят выездные встречи для повышения знаний в сфере ЖКХ Как снизить расходы на общедомовые нужды и разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги? Как выбрать новую обслуживающую организацию или создать совет дома? Координаторы проекта «Школа грамотного потребителя» не просто читают обучающие лекции, но и вместе с жителями оценивают работу коммунальщиков Так, например, на этот раз проверку прошел дом по адресу улицы 9-й Пятилетки, 2-1 Сегодня, например, мы вышли посмотреть ход работ, который обустройство преддомовых территорий многоквартирных домов Мы смотрим, мы слушаем также людей, какие их пожелания в дальнейшем, чтобы включить любой дом, как начинается с входа, с подъезда В дальнейшем будем в этом же темпе работать В Чувашии с начала этого года более 900 безработных прошли бесплатные курсы Ну а тем, кто желает открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство, выделяют деньги от 100 до 250 тысяч рублей по социальному контракту Со следующего месяца размер выплат увеличится Сейчас новоиспеченным предпринимателям выделяют 250 тысяч рублей Со следующего месяца сумма вырастет до 350 тысяч Тем, кто ведет личное подсобное хозяйство, например, занимается животноводством, выплаты поднимут в два раза, до 200 тысяч рублей Напомню, что социальным контрактом могут воспользоваться граждане или семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации В Чебоксары съехались мастера гостеприимства со всей России Столица республики проходит финал конкурса, который должен выявить лучших в сфере туризма Проект реализуется в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта образования Участники соревнуются между собой, выполняя различные задания и общаются с экспертами С какими идеями и проектами приехали конкурсанты, об этом в нашем сюжете Разработка бизнес-планов, создание экскурсионных маршрутов и организация досуга гостей Конкурсанты со всей страны решают аналитические задания, чтобы доказать именно они лучшие в сфере туризма Мастера гостеприимства – это всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала участников Повышение стандартов сервиса и престижа профессии во всех сферах туриндустрии Я приехала из Краснодарского края, представляю проект «Музей-мастерская от качества» Сейчас очень распространен сельский туризм Мы как бы наш президент, спасибо ему за то, что он поддерживает эти инициативы малых городов и сел И в идеале я хочу сделать музей конопли, так как это очень актуально На самом деле на Кубане пряли ткали не из льна, а из конопли Но в свое время, не знаю, по каким причинам коноплеодство было закрыто, табу Я думаю, что эта отрасль очень перспективная на самом деле Знаете, в этом конкурсе самое главное, огромное количество контактов, новых связей, новых знакомств Потому что все мы люди, заряженные одной идеей Поэтому я, конечно же, очень думаю о победе Но победа уже в том, что я здесь и общаюсь с такими же людьми, как я, которые горят в своей идее И хотят развивать нашу страну и свои регионы Всего на конкурс в этом году поступило более 36 тысяч заявок и всех регионов страны и 29 иностранных государств В финал прошли участники, показавшие высокие результаты в тестировании И представившие лучшие авторские проекты, связанные с туризмом Эксперты оценивают также деловые и личностные качества конкурсантов Внутренний туризм, безусловно, развивается Ну а кроме того, подобные конкурсы, как мастера гостеприимства Они по ним задают планку И даже те, кто не участвует, видят, насколько интересно драйвово все проходит Как получают участники потенциал и поддержку экспертов Для того, чтобы реализовать свои проекты И, соответственно, все больше желающих включиться в эту работу Потому что это сообщество единомышленников, в котором гораздо интереснее и проще реализовать любой проект Именно поэтому участников становится все больше То есть это важно, нужно и все это видят Признание и поощрение лучших в своем деле Обмен опытом и разбор современных тенденций индустрии туризма Как внешнего, так и внутреннего Который в связи со сложившейся в мире ситуацией обретает особую актуальность Вот основные задачи конкурса В заключительном этапе финала выберут лучших из лучших Тех, кто получит гранты на реализацию своих проектов Михаил Нагоркин, Михаил Солин, Вести Чебоксары Попробовать чувашский квас и выпечку Поучаствовать в народных забавах Послушать звонкие голоса артистов И пуститься вместе с ними в пляс В городе Всеволож Калининградской области Прошел чувашский национальный праздник Акатуй Кстати, он совпал с марийским праздником цветов Пеледыш Пайрем На народных гуляниях побывала и наша съемочная группа На праздник собрались чуваши из разных регионов страны Приехали фольклорные ансамбли из Башкортостана Мариэл из самой Ленинградской области и Подмосковья Наш регион представлял коллектив из Вурнарского района У нас коллектив, у нас свои обрядовые песни Свои рекрутские песни мы сохраняем Мы сохраняем, мы свои традиции сохраняем Хотим сохранить, чтобы молодежь в дальнейшем знала Как у нас чуваши, какие песни, какие обряды есть Каждый год в Санкт-Петербурге проводится чувашский праздник Акатуй Праздник земледелия По традиции в этот день много танцуют и поют В этот день на главной сцене праздника прошел и межрегиональный этнокультурный фестиваль Сохраняя традиции Зрители концерта не смогли устоять на месте и пустились в пляс вместе с артистами Помимо песен и танцев, гостей праздника ждали мастер-классы, игры и народные забавы Например, каждый желающий мог посоревноваться в армрестлинге Да, Коля, я тактику знаю Кстати, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сейчас проживают более 6,5 тысяч наших земляков Именно по их инициативе в северной столице проводятся чувашские праздники Екатерина Данилова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия Розыгрыш наград чемпионата России по триатлону на средней дистанции Прошел без представителей нашей республики Зато в массовом старте казанского этапа Iron Star 113 триатлета Чувашия подтвердили свой высокий статус За выступлением троеборцев наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин Соревнования железных людей в троеборье на вынослив само по себе смотрится зрелищно А когда оно еще добавлено и состязаниями официального ранга То здесь уж нет недостатка ни в желающих попробовать себя, ни в желающих увидеть это На старт! Шестой сезон казанского этапа Iron Star собрал в столице Татарстана На почти 2000 адептов циклического троеборья на вынослив из 155 городов 55 регионов России Впрочем, проверить свой уровень физической подготовки могли как опытные, так и начинающие триатлонисты вне зависимости от возраста Но если на первых соревнованиях в Казани в 2016 году можно было лицезреть только триатлета в женский забег и детский То уже в этом году на дистанцию вышли спортсмены-любители открытой воды на свимстар на одну мили, на две мили И сейчас в Федерации триатлона России мы плотно работаем для того, чтобы предоставить качественные соревновательные условия для наших юниоров Джуниор Стар Самым многочисленным из семи видов программы двухдневного фестиваля сторонников спортивного образа жизни Стала полужелезная гонка протяженностью 113 километров Проверить себя в троеборе включающим плавание в открытой воде на 1900 метров Вела гонку на 90 километров и на сладкую беговую часть протяженностью 21 километр 100 метров Вышли 423 атлетов Гонка не обошлась без представителей нашей республики Перед стартом мы пообщались с квартетом железных атлетов И великолепной четверке удалось сохранить Ренаме Чуваши как одного из центров развития этого олимпийского вида спорта Чуваша, на мой взгляд, является одним из сильнейших регионов Самыми прогрессивными и талантливыми физическими спортсменами Лучший результат из три атлетов Чуваши 26 место в абсолютке Десятый результат среди атлетов возрастной группы 30-34 года показал Михаил Умнов Наш три атлет недели ранее пробежавший аналогичную гонку «Титан» в подмосковном Зарайске Через час после финиша в Казани уже в составе эстафетной команды преодолел еще 10 километров Так что характера нашему атлету не занимать Печет на всех этапах и на велосипеде в том числе Я выпил около 3,5 литров, воды катастрофически не хватало Постоянно делились флягами с ребятами И беговой этап получился, как и в прошлом году Жара, сильный ветер и, как я вижу, многих подкосило Ну а цель на сезон у лучшего три атлета Чуваши Участие в ультра-триатлоне «Сибермен» Протяженность трассы которого вчетверо превышает дистанцию казанского «Айронстара-113» Достаточно амбициозные планы и у 47-летнего Михаила Морозова Руководитель одного из предприятий Чуваши в триатлон пришел из альпинизма Уже имея в своем активе восхождение на пик Ленина А высота Памирской горы 7134 метра Но нет вершин, которые не хотел бы покорить настоящий любитель спортивного экстрима Казанский этап «Железных звезд» 2022 437 номер прошел на 5 минут быстрее по сравнению с прошлогодним результатом 6 часов 17 минут и 32 секунды Но это не предел Следующий старт в Питере через месяц А самый главный старт у меня в Сочи полный В принципе, готовимся туда 65-ю строчку в рейтинге самой массовой группы триатлета в 40-44 года Занял Рауф Идрисов Великолепную семерку спортсменов-любителей республики В возрасте 45-49 лет замкнут Сергей Аркидский Представительницы прекрасной половины Чуваши свое участие в фестивале триатлона По имеющейся у нас информации ограничили выступлением в забегах Iron Lady Вячеслав Ильин, Вести Чуваша Вячеслав Ильин, Вести Чуваши